Добрый вечер! В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ирина Кожина. Готовы ли коммуникации Архангельска бесперебойно работать в зимнем режиме, особенно в грядущие праздники? Этому вопросу было посвящено еженедельное совещание в мэрии города, рассказывает Елена Матвеева. Отопительный сезон в Архангельске хоть и проходит в штатном режиме, но бесперебойной подачи тепла в дома горожан мешают плановые ремонты на сетях ТГК-2. Накануне было 4 отключения, без тепла оказалось около 200 домов. Городоначальник дал специалистам четкое указание – оставлять горожан зимой без тепла недопустимо. Вроде прошли гидравлические испытания, и все, каждый день уже перекопали весь город. Согласен с тем, что отключения проходят, и сейчас мы их вынуждены делать для того, чтобы праздники пройти, без отключений. Но это все результат того, что, конечно, надо менять в летний период больше сетей. Больше и лучше Виктор Павленко призвал работать и глав городских округов, особенно при проведении снегоуборочных работ. Городоначальник поставил задачу, чтобы и владельцы торговых предприятий следили за чистотой на своих территориях. Должен быть договор на вывозку снега, как у любой организации. Еще раз призываю, в этой части уборки внимательно посмотреть, что сделаны главы. При отчете указать, как уборка происходила, сколько техники. В случае, если те или иные торговые организации не будут соблюдать элементарные требования по уборке территорий, мэрия Архангельска готова к решительным действиям, вплоть до закрытия объекта торговли. Елена Матвеева, Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Руслан Симушин, Панорама Севера. Правительство области утвердило инвестиционную программу муниципального предприятия «Водоканал», в которой заложены основы развития системы водоснабжения и водоотведения Архангельска до 2019 года. Следствием принятия программы стало утверждение тарифов на присоединение новых объектов к водопроводным сетям. Однако это решение не означает, что предприятие автоматически получит средства, ведь финансирование зависит исключительно от заявок застройщиков на подключение новых объектов. Таким образом, единственным гарантированным источником для начала работ по модернизации городских сетей являются инвестиционная надбавка и экономически обоснованный тариф, утвердить который должно правительство региона. Инвестиционная надбавка будет назначена только с 2016 года, то есть на 2015 год инвестиционной надбавки нет, она ноль. С 2016 года начинается надбавка по водоснабжению от 28 копеек и инвестиционная надбавка по водоотведению с 2016 года порядка рубля, но тарифы еще не утверждены, поэтому только при утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение можно говорить о каких-то инвестиционных надбавках и говорить о них как об источнике наполнения инвестиционной программы. Ну а средства амортизации предприятия, они уже будут в принципе поступать у нас со следующего года, но это опять же мероприятие в первую очередь по капитальному ремонту сетей и сооружений. Но это позволяет нам на сегодня проектировать, хотя бы начинать проектировать работы основные по водопроводам и по реконструкции водонасосных станций. Общая потребность финансирования и строительства, реконструкции и модернизации мероприятий инвестиционной программы водоканала за пять лет составляет более полутора миллиардов рублей. Среди прочего запланирована реконструкция водоочистных сооружений в поселке Силикатного завода и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы водоснабжения Соломбальского округа. Учебное ЧП и реальное возгорание. Горящий гараж с несколькими автомобилями внутри пришлось тушить огнеборцам второго отряда Федеральной пожарной службы в Котласе. Несмотря на учения, пожарные работали как во время боевой тревоги, ведь контроль вела комиссия из главного управления МЧС по Архангельской области. Это были контрольно-проверочные учения по итогам теоретического и практического курса, которые пожарные Котласа изучили в 2014 году. Место и вводные учения были неизвестны до последнего. Кстати, сообщение о том, что на новой ветке горит автосервис, а в нем несколько автомобилей на пульт дежурного передали его же работники. Мы хотим увидеть слаженную работу дежурных караулов Котласского гарнизона. Я думаю, сегодня они нам это дело продемонстрируют. Демонстрировать слаженную работу пришлось в тяжелых предлагаемых обстоятельствах. На таких учениях вообще не бывает простых вводных, ведь их цель – отработать максимальное количество профессиональных навыков, чтобы затем было легко в бою, то есть в случае реального возгорания. На то она учеба для того, чтобы учесть на будущее все вот эти нюансы, которые возникают при боевом развертывании, при установке на ВД-источник. Почему? Потому что сейчас приехали, встали на пожарный гидран, проверили заодно его работоспособность. Рабочий, не рабочий, замерз, не замерз. То есть это один из способов, в том числе и проверки деятельности работников того же автосервиса. Обычно при горении в автосервисах выделяется много едкого дыма, поэтому работать пожарным нужно в противогазах. Идти к очагу возгорания, в данном случае он был обозначен красными флажками, следует гуськом, так как внизу меньше задымление и температура, чем вверху. А еще передвигаться в огромном помещении необходимо по пожарному рукаву, обязательно вдоль капитальной стенки, чтобы в густых клубах не заблудиться. При тушении объектов, где хранятся горючие материалы, постоянно существует угроза взрыва. Кроме того, крыша ангара в любой момент может обрушиться, что в принципе и произошло на этих учениях, конечно, опять же в рамках очередной вводной. И чтобы ее отработать сводному звену из пожарных и сотрудников МЧС, пришлось спасать своих погребенных под руинами товарищей. Ну а помощь им оказывали врачи скорой, они тоже были задействованы в учениях. В учениях было задействовано 7 пожарных машин, 26 человек, которые в тот день находились на боевом дежурстве. Комиссия из областного управления МЧС оценила действия огнеборцев Котловского гарнизона удовлетворительно. Более 300 боевых вылетов, поверженные враги и потери товарищей, почет, награды и память о войне, которые не отпускают и спустя десятилетия после окончания. К 35-й годовщине ввода советских войск в Афганистан сегодня наш рассказ о военном летчике Николае Харине. Декабрьский ввод войск 79-го Николай Харин встретил в воинской части на Дальнем Востоке в Хабаровске. Отличник боевой и политической подготовки, примерный семьянин. Именно поэтому в марте 80-го не возникло никаких вопросов при выборе, кого отправить на перегон вертолетов в Афганистан. Но переправкой Ми-24 дело не ограничилось. В первые же сутки по прибытии в Кундуз... То есть у нас была поставлена боезадача нанести удар, там уходила банда в горы, в 5 часов утра мы нанесли там удар. Опыта реальных боевых действий у подразделения не было никакого. С действующим противником встречались впервые. Авиации в первые месяцы войны не хватало, а без ее поддержки вести любые операции в горах Афганистана было практически невозможно. Очень много колонн приходилось прикрывать, ну каждый день. Идет колонна, если ты хоть чуть-чуть задержался, где там, ты технику отказала. Буквально 10 минут, не открутишься над колонной, колонну обязательно побьют. Палатки, сухари и консервы – вот и весь быт поначалу. Полное отсутствие лекарств. Зато в избытке боеприпасы и топлива. В день доходило до 7-8 вылетов. Отличная выучка позволяла подразделению избегать больших потерь. На свой счет Харин почти не беспокоился, полагался на опыт. До 101-го боевого вылета в Паншерское ущелье. У меня перед огнецом зарево огня идет. Ну, с зенитной установки работаем. Ведомый у меня, Маров, сейчас живет во Владимире, кричит, «Командир, прыгай, горишь». Прыгать было фактически нельзя, потому что нас, кто летал на таких вертолезах, волками они звали по местному, они нас в плен не брали. Прямо разрубали на куски разные. Человеческая память обладает удивительным свойством. До сих пор та война возвращается к Николаю Михайловичу во снах. Ты там и не можешь там что-то выполнить, или там тебя сбили, или страх, что мокрый весь сердцебиение, мокрый просыпаешься. В который раз перебарывая в себе страх и возвращаясь с той войны в далекой и совсем чужой стране. 35 лет спустя. Виктор Кузнецов, Алексей Шаршов, Панорама Севера. От улыбки все станут здоровее. В Архангельске пациентов детских больниц навещают клоуны. Сотрудники и студенты СГМУ приходят в детские медучреждения, чтобы всего на несколько часов превратить больничные будни маленьких пациентов в настоящий праздник добра и веселья. На одном из представлений побывала Екатерина Грициенко. Звонкий смех и громкие аплодисменты. В стенах детской областной больницы такие звуки раздаются нечасто. Но сегодняшний день – исключение. В гости к ребятам пришел больничный клоун. Я когда смотрел все эти представления, вообще забыл, как будто у меня какие-то проблемы. Как будто приехал снова в цирк там и отдыхать, смотреть разные фокусы. Когда пришел клоун, у меня появилось настроение, я забыла о том, что все в больнице нахожусь. И мне стало радостно очень. В Архангельске этот вид клоунады зародился 15 февраля 2013 года – Международный день онкобольного ребенка. В мире это движение существует уже три десятилетия. Исследования многих зарубежных специалистов подтверждают – такая терапия действительно помогает сократить постоперационный период восстановления у детей. Главная задача больничных клоунов – сделать так, чтобы уставшие от болезни и лечения дети улыбнулись в ответ на их шутку. У этих персонажей есть непреложное правило – быть партнерами по радости. То есть при любых обстоятельствах находиться в хорошем настроении. Сегодня, как и всегда, клоун Юлия Гоголевская излучает оптимизм и веселье. Но артистка признается – часто за порогом больничной палаты ее широкую улыбку сменяют слезы. Бывает очень тяжело. Бывает, что дети даже не могут улыбаться. Мы приходим даже просто постоять, подержать за руку, даже просто подарить шарик, даже просто погладить, облегчить состояние ребенка. Это бывает очень полезно. Мы ходим, сопровождаем детей на болезненные процедуры, на уколы. И ребенок меньше боится, потому что с ним рядом веселый, яркий персонаж. Пока в числе больничных клоунов Архангельска только студенты и сотрудники СГМУ. Но воплотить сочувствие больным малышам в реальные поступки может каждый. Стоит только захотеть. Екатерина Грициелка, Ольга Красулина, Панорама Севера. Продолжение темы. Часто в повседневной жизни мы слышим призывы оказать помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Проблемы со здоровьем, жильем и финансами. Как вы реагируете на призывы к благотворительности? С этим вопросом мы обратились к Архангелогородцам в традиционной рубрике «Вопрос дня». Конечно, положительно. Конечно, это нужно делать. А как без этого? Без этого, мне кажется, нельзя. Везде кругом нужно помогать всем. Не знаю даже, как реагировать. Хорошо, что кто-то кому-то помогает. Это, конечно, хорошо. Но когда пользуется этой благотворительностью, свой личный карманок, это очень, по-моему, стыдно и плохо. Вы знаете, вот есть, которые нуждаются действительно, а некоторые просто лентяи, которые не хотят работать. То есть, я, допустим, хожу в один магазин и вижу постоянно женщину. Женщина, которая постоянно пьяная. То есть, ей просто неохота работать. Естественно, ей я помогать не буду. Ну, я иногда помогаю. Может быть, в надежде, что когда-то мне помогут, если была трудная ситуация. Обязательно помогаем. Всегда находим. Хотя мы и на пенсии, но такое дело всегда нужное. Продолжит выпуск «Новостной дайджест». Коротко о главном. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Тула» прибыл в центр судоремонта «Звездочка». Корабелам «Звездочки» предстоит восстановить техническую готовность крейсера. Все работы займут около трех лет, сообщают в пресс-службе предприятия. Подводный крейсер «Тула» уже ремонтировался на «Звездочке» в 2006 году. Вернуть корабль в строй Северного флота предполагается в 2017 году. По море объявлен конкурс сочинений «Кто он? Неизвестный солдат». Принять участие в творческих состязаниях могут ученики 5-11 классов, а также воспитанники патриотических клубов. Отправить работу можно до 10 февраля 2015 года в печатном или электронном формате на адрес patriot-центр собака-яндекс.рус по меткой «Неизвестный солдат» или доставить лично по адресу Труицкий, 118. Машины с новогодними подарками северян для детей едут в Донбасс. В сборе подарков приняли участие общественные организации, образовательные учреждения, представители регионального правительства, силовых структур, многие неравнодушные северяне. Сопровождать крус и вручать подарки от жителей по море будет Архангельский Дед Мороз, директор спортивного фонда «Согласия» Владислав Жгилев. 11 хоккеистам хоккейного клуба «Водник» приказом министра спорта Российской Федерации Виталия Мутко присвоено звание «Мастер спорта России». Решение принято по итогам выступления архангельской команды в чемпионате России по хоккей с мучом в сезоне 2013-2014 годов. Их объединила любовь к песне. Праздничным концертом отметили 10-летний юбилей участники вокальной группы «Надежда». Впечатлениями от праздника поделились наши коллеги из Новодвинска. Свои первые концерты эти женщины проводили, собираясь у кого-то на дому. Пели для души. Сейчас они на большой сцене. Любовь к песне объединила их вокальную группу, которая радует зрителей уже на протяжении 10 лет. В репертуаре коллектива более 300 песен. Группа выступает как акапелло, так и под фортепиано и баян. Поют и русские народные, и современные лирические, а также авторские песни. В подборе песен участвует весь коллектив. Эти милые женщины не просто любят петь, они влюблены в свое дело. Каждое их исполнение звучит с душой и вдохновением. Будь то песня о малой родине, о любви или о войне. Руководит группой Надежда Попова. Этот коллектив я знаю с самого начала. И каждый раз мы приходим на концерты с большим удовольствием. И сегодня, в этот 10-летний юбилей, мы снова пришли на этот концерт и получили огромное удовольствие. Мы желаем им дальнейших успехов, чтобы развивались, пели такие же прекрасные песни всем замечательным женщинам. Спасибо огромное. С каждым новым концертом заметим профессиональный рост этого коллектива. Подтверждение тому – полный зал зрителей и их бурные аплодисменты. В Архангельске прошли традиционные зимние соревнования по парусному спорту. На лед Северной Двины вышли мастера кайтинга и видсерфинга. Кто пришел к финалу первым, расскажет Инга Швецова. Ветер для серфингистов и кайтеров – показатель свободы и уровня адреналина в крови. Он дает возможность промчаться под парусом или кайтом несколько сотен метров. На просторы Северной Двины вышли 25 спортсменов из Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга и Мончегорска. Соревнования, которые открывает наш сезон в течение длинной зимы, соревнования мы уже проводим четвертый раз. Выходим с большим наслаждением, потому что кончается у нас в межсезонье от воды, от летнего сезона. Мурманчанин Вячеслав Мальцев зимним видсерфингом занимается больше 30 лет. Впервые на лед встал, когда ему было 7. Сейчас это опытный мастер, призер чемпионатов мира, президент Российской ассоциации зимнего видсерфинга. В Мурманске, как и в Архангельске, зима довольно длинная по отношению к лету. Практически половина на половину. И сидеть зимой и просто там красить водку, к лету готовиться, скучно. Такой самодостаточный вид спорта, даже с более сильными ощущениями, чем летний. Новички соревнуются наравне с профессионалами. Большинство из них – воспитанники Архангельского яхт-клуба «Норд». Для них такие соревнования – это еще и подготовка к летнему сезону. Анастасия Жданова занимается видсерфингом второй год, но уже показывает неплохие результаты. Мне нравится ходить на серфе, потому что это интересно, красиво, круто как. Отсутствие сильного ветра доставило массу неприятностей участникам гонки. И тут каждый полагался лишь на свой опыт, мастерство и сноровку. Те, кто добрался до финиша, уже совершили свой маленький спортивный подвиг. С ветром немножечко не повезло. Ветер нестабильный и слабый для проведения гонок. И обнаружились некоторые трудности настройки кайта. То есть он недонастроен. Это уже моя личная ошибка. По итогам соревнований лучшим кайтером стал спортсмен из Мурманска Максим Игнатов. Среди серфингистов – золото архангелогородца Андрея Харьковского. Наша сборная скоро будет осваивать снежные просторы Череповца. Там с 20 по 21 декабря пройдет открытый чемпионат Вологодской области. Для победы есть все. Серьезный настрой и отличная спортивная форма. Наши экстремалы надеются, попутный ветер их не подведет. Инга Швецова, Олег Ширяев, Панорама Севера. Анонсы прямых трансляций в нашей традиционной рубрике «Открытый город». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 17 декабря в 14 часов смотрите прямую трансляцию из овального зала правительства Архангельской области, где состоится торжественное награждение наших земляков, которые удостоились высоких государственных наград и званий. 17 декабря в 19 часов смотрите прямую трансляцию чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги из Красноборска. На льду встретятся команды «Зоркий» и «Водник». 18 декабря в редакции информационного агентства «Двинаинформ» пройдет круглый стол на тему «Финансовая грамотность». Смотрите прямую трансляцию в 13 часов. 18 декабря в 19 часов смотрите прямую трансляцию благотворительного концерта в поддержку Центров помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и Центром помощи бездомным животным. Вместе с полюбившимися архангельскими исполнителями в концерте примет участие обладатель удивительного голоса Юлия Самойлова, победитель конкурса «Фактор А», любимица Аллы Пугачевой. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию ПС. Звоните 639 720. Откройте город вместе с нами. Далее в выпуске информация о курсе валют. По данным Сбербанка, курс доллара на сегодня составил 62 рубля. Евро – 77. Это были новости на телеканале ПС. Далее в нашем эфире программа «Вопрос к психологу». Тема разговора – анорексия. Напомню, информационную программу «Панорама Севера» можно смотреть и в интернете на сайте правдосевера.ру. В студии была Ирина Кожина. Хорошего вечера. До свидания. 17 декабря в Вельске и Котласе будет пасмурно. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха плюс один. В городе Мирный чуть холоднее. Снег и минус один градус. В Новодвинске пасмурно пройдет снег. Температура воздуха минус два градуса. В Архангельске утром 17 декабря будет облачно без осадков. Температура воздуха от минус одного до минус трех градусов. Днем термометр поднимется на одну отметку. Вечером в столице Поморья небольшой снег. Температура воздуха ноль градусов. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok